Дорогие друзья, сейчас посмотрел маленький сюжет. Девушка приехала в Одессу, турист, но ей почему-то не понравился русский язык, москали и савдепия, якобы. Но вы знаете, я в шоке. Хочется задать вопрос. Какого пеня ты тогда едешь в русскоговорящие города, если ты так ненавидишь? Не понимая этого. Может быть лучше поедь в Польшу, там лучше тебя поймут. Либо оставайся в своем Рагулевском городе в Западной Украине, где ты там живешь. А сейчас я предлагаю просто посмотреть и сделать выводы. Но могу одно сказать. Именно из-за таких неумных, неграмотных разваливается Украина и разделяется. Много красивых людей, но есть один нюанс. И он полягает в том, что я себя там почувала, как в Москве. Я не понимаю, почему люди не понимают через революции, через войны, через столько жертв, что это неправильно, оставаться русификованными, оставаться в этом совке. И просто-напросто, с какого уровня выросли, на таком и закончили. И это прикро, на самом деле. Потому что красивое место. Я впевнена, что там есть хорошие люди. Но эта большинство, это жах. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выпит из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой.